Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семёнов и, как всегда, в это время в эфире передача «Город С». «Красота спасёт мир», — говорили великие и мудрые наши предки. И некоторые наши современники также пытаются посредством красоты спасти этот мир. Вот сегодня мой гость — один из таких. Итак, дамы и господа, у меня в гостях сегодня Михаил Морозов, заслуженный артист Республики Ингушетия, певец, музыкант, поэт и так далее, и так далее. Я думаю, скоро будет и писатель. Здравствуй, Миша! Здравствуйте! Рад тебя приветствовать на Самарской земле. Ты здесь бываешь нечасто. И тем не менее, что стало причиной появления твоего очередного в Самаре? Колись. Ну, конечно, в первую очередь, это концертная программа, которая сейчас прошла в Самаре, связанная с Днём Победы. И мне посчастливилось, что меня пригласили закрывать концертную программу на главной площадке у Ладьи. Под салют. Под салют и под оркестр симфонический нашей филармонии под управлением народного артиста Михаила Щербакова. Нашего общего друга. Да, и была очень красивая большая программа, где я исполнял не только песни военных лет, но ещё и русские песни. Есть на Волге утёс. Если кто-то не видел, представьте просто, как это было красиво. На берегу Волги. На берегу Волги, да, звучала эта великая русская песня. Великолепно. Ну, я, насколько знаю, мне это, так сказать, сообщили мои информаторы, что тут ещё ряд проектов майских у тебя зародился и реализуется вовсю. Я хочу приоткроть завесу тая над этим. Ну, начнём сначала. Начнем. Во-первых, я сегодня, как ты видишь, с гитарой. Поздравляю вам с новой. Да, это очередная гитара в моей коллекции. Очень хорошая. И когда она у меня появилась, я подумал, что-то я мало всё-таки выступаю с гитарой. В основном это с оркестрами, с пианистом. И что-то мне так захотелось сделать гитарную программу. И буквально вот с января месяца я серьёзно занялся этим проектом и подготовил, на мой взгляд, очень красивую программу, которую назвал «Маленький концерт для гитары с голосом». Там будут и мировые шлягеры, неаполитанские русские, украинские песни, старинные русские романсы. И, конечно, когда я эту программу стал готовить, я подумал, неплохо было бы её ещё записать. И вдруг грянули вот эти вот события ужасные, которые связаны с Украиной. И я подумал о том, что искусство, творчество должны отражать то, что происходит в этом мире. И написал сценарий для программы, которая пока такое рабочее название у неё, если вам интересно. Программа, ну, можно сказать, публицистически-музыкальная. Это симбиоз, да? Да, я буду рассказывать действительно об общности украинской и русской культуры, которые просто неразрывны между собой. И ведь интересные такие вещи, что профессиональная музыкальная культура Украины стала зарождаться относительно недавно, только в начале 19 века, на основе многовековых украинских песен. И её становлению и развитию как раз способствовала русская музыкальная культура. И вот об этом программа. Насколько это вот будет интересно, сегодня мы ещё о ней поговорим. Но сейчас я вернусь к тому, что вот готовлю концерт именно под гитару. И, надеюсь, в Самаре, как всегда, я для своих любимых слушателей эту программу представлю. Где-нибудь, наверное, осенью. Что-нибудь, вот фрагмент какой-нибудь? Да. И вот буквально я на днях ехал в поезде, у меня родился небольшой стишок. «Поезда, самолёты, вокзалы уже стали, как дом мой родной. И спешу я в концертные залы, чтобы петь о любви неземной. Буду петь я про утро седое, как ямщик замерзает зимой. И умчу вас на тройке в былое под романс. Что для сердцу родной мне не нужно цветов и оваций. И моя вся в заплатках с ума. Лишь бы белые грозди акаций, как и прежде, сводили с ума». И, конечно, сейчас мы сегодня только фрагменты, чтобы заинтриговать зрителей. Небольшой фрагмент из цыганского знаменитого романса. Милая, ты услышь меня. «Под окном стою я с гитарою». Так взгляни на меня хоть один только раз, Ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Много мог я терпел, и страдать был бы рад, Если б дождь усогрел мне твой ласковый взгляд. «Под окном стою я с гитарою». Чудесно. Аплодисменты. Ну вот, просто чтобы напомнить, Наша предыдущая встреча была по очень такому уникальному поводу, На мой взгляд, я покажу сейчас на камеру и буду рассказывать немножко. Вот во время нашей предыдущей встречи Михаил мне подарил вот этот вот альбом. Это Blu-ray Disc. Новая технология, относительно новая технология. Если честно, то музыканты мне, знакомый музыкант Недрог Самарский, Дарят пачками, конечно, свои альбомы, диски, видео и так далее. И тем не менее, вот из самарских музыкантов, Это на самом деле впервые, Чтобы Blu-ray Disc подарил мне музыкант из Самары. Музыкант-певец из Самары. Так что я тебя поздравляю. Спасибо. Прорыв. О технических моментах мы опустим, наверное. Вот я тебе хочу сказать, что все вот эти программы мои, И телевизионные, сейчас же несколько, Я придумал телепроектов. И как раз вот буквально, видишь, засученными рукавами Приступаю к записи их. Но все это ознаменовано таким небольшим моим творческим юбилеем. Именно вот в этом году 25 лет творческой деятельности я. В 14-м как раз в этом? Да, отмечаю. О, ну мы отметим как-то отдельно уже. Конечно, да. Подготовка идет. И поэтому, я думаю, будет и концерт, И вот эти все программы особенно вдохновенно мной исполнили. Ну, отлично. Ну, вот я похвалился этим вот Blu-ray Disc. Здесь совершенно прекрасная программа. Михаил Морозов и оркестр народных инструментов. Виртуоз Самары. И сейчас вы, чтобы он немножко отдохнул, Прослушайте композицию с этого альбома. Смотрим, слушаем, наслаждаемся. Тройка мчится, тройка скачет, Мьется пыль из-под кропит. Голокольчик звонко плачет, То, как хочет, то грустит. Едет, едет, едет к ней, Едет к лошке своей, Едет к лошке своей. Вот вдали село большое Сразу ожил мой янщик, Песни сволкой удалую Залился он в тот же мир. Еду, еду, еду к ней, Еду к лошке своей. Еду, еду, еду к ней, Еду к лошке своей. Динь-динь-динь, И тройка встала, Ямщик спрыгнул с облучка. Красная девка молодая Поцелует емщика. Вот приехал прямо к ней, Прямо к лошке своей. Вот приехал прямо к ней, Прямо к лошке своей. Огромное спасибо тебе за музыку, Миша. Но кроме спасибо, преподнесу тебе мое творение. Итак, первое в журнале, Очень известном журнале И качественном журнале Самара и губерния. Показываю на камеру. Мне может сейчас помогут мои коллеги. Вот. Итак, в этом номере у меня Статья эксклюзив Белтонни Джонни. Вот. И второй журнал, Это прям только что с колес, Только что с типографией, Леди Клуб. Здесь тоже мои зарисовки. Ну, также и другие, Также и другие Интересные статьи моих коллег. Спасибо тебе огромное, Анатолий. Пожалуйста, тебя читай. Мне у тебя особенно приятно бывать, Не только потому, Что ты, конечно, Творческий человек, Но у нас с тобой Очень схожие музыкальные вкусы. В прошлый раз ты мне подарил Журнал со статьей о Стинге. Да. Я тебе как раз сказал, Что я был на его концерте. Это входит, наверное, В пятерку моих самых Любимых музыкантов. В этот раз ты мне даришь Об Элтоне Джонни. Я был на Элтоне Джонни В Москве, в прокурс-сити. Аналогично, только я не в Москве, да. Отлично. Значит, Мишенька, Вот я надеюсь, Что, учитывая, Ты об этом с Мишеньем сказал. Кстати, сейчас подумал, Что моя фраза Я был на Элтоне Джонни Звучала переречной. Да, ну смысленно, но ладно. Нас смотрят не только дети, Но и взрослые. Я думаю, это шутка. Значит, Вот учитывая 25 лет, Юбилейный год твой, И я надеюсь, Что мы с тобой сделаем материал Для этих чудесных журналов. С удовольствием. О тебе. Мой материал о тебе. Итак, Вот продолжим разговор о твоих проектах. Я еще похвалюсь. Это тоже, по-моему, Где-то два года назад Или полтора года назад Был вот такой Мне подарен Михаилу Морозову Правда, это аудиодиск. Это гусарский, да? Гусарский цикл, так называемый. Гусарские казачьи. Казачьи, да. Вот расскажи... До сих пор это В мой репертуар входит. Я эти песни с удовольствием исполняю. Сегодня я пришел без подарка, Потому что диски все в работе. Я решил сделать... А то сразу потом будет уже пачка. В юбилейный год Я решил сделать Небольшую Сборнички такие, да? То есть лучшие вещи. Новые лучшие, скажем так. Обзовем. Вот. А сейчас я хотел бы Снова вернуться К нынешним проектам. Давай, давай. И рассказать тебе о том, что Каким же образом способствовала Русская культура Становлению украинской Профессиональной культуры. Ведь первые нотные сборники Украинских песен Выпустили именно в России. И лучшие Выдающиеся певцы Включали их в свои концертные программы. Такие как Собинов, Шаляпин. И я вот с удовольствием хотел бы тебе Подари нам. Да, очень красивую украинскую песню. Смысл вообще в этой программе? Мне кажется, что Вот эти красивые песни Вот эти истории все связанные С нашими культурами Немножко сделают нас снова ближе И мы снова просянем руку дружбу. Хотелось бы в это верить, да. Чёрные бровы О, очи, 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 очи девочие Девы навчились водить людей Вас немая, а вы вовтута Сытите в душу, як дви зари Чи вас улыта, якось трута Чи, може, справде вы знахари Чёрные брови, калья, очи Не будешь спать ни в день, ни в ночи Все будешь думать, очи про вас Не будешь спать ни в день, ни в ночи Все будешь думать, очи про вас Чудесно. Я уверен, будет великолепнейшая программа. А теперь давай опять Я хочу дать тебе немножко отдохнуть Секундочки, две, три И мы фрагмент из твоей программы С оркестром народных инструментов Виртуоза Самары Подарим нашим телезрителям И твоим поклонникам Смотрим, слушаем, наслаждаемся О, где же вы, дни любви? Сладкие сны Юные грязные весны Где шум лесопенье птиц Где цвет пари, где сероб луны Блеск сорниц Все унесло ты собой И солнца, свет и любовь И покой Все, что дышало тобой Лиша гудной О, где же вы, дни любви Сладкие сны Сладкие сны Юные грязы Бесны Сердцем твое Не гладя следа Все, все прошло Все, все прошло Еще раз огромное тебе спасибо за музыку Вот пока мы смотрели сюжет Тут выяснилась некая интересная подробность Какой недавно совершенно великолепный, большой, престижный концерт состоялся Что это было, расскажи На самом деле в Москве было несколько концертов и сольных И в Центральном доме работников искусства И в Академии Андреяки у меня были сольные концерты Но мне очень было, конечно, лестно Когда меня пригласили поучаствовать в концерте С таким пафосным названием Шесть лучших басов России Памяти Шаляпина Там были солисты Большого театра Солисты Геликона Оперы, Нового опера В общем, неплохая компания И в первом отделении исполнялись арии из опер И я пел очень редко исполняемую арию Серова из оперы Юдив Которую Шаляпин очень часто исполнял И пел Олега и другие арии А во втором отделении мы уже пели как раз романсы Ясно Ну вот смотри, сейчас прозвучал Маснея Как мы перешли на международную такую Что ли, на международную платформу Вот я знаю, что один из проектов у тебя связан с международными шлягерями А вот об этом пару слов Да, это как раз я хотел бы сделать такую очередную телепрограмму Сейчас идет полным ходом подготовка к ней И, конечно, в концертах я эти произведения очень часто сейчас исполняю Ну, многие люди, чтобы понятно было Знают все песни, которые у каждого на слуху Это мировые шлягеры Но мало кто знает их предысторию Вот, например, Нина Рота, композитор, написала очень много песен И очень много мелодий замечательных к фильмам Но, конечно, вершиной его мастерства была тема любви из кинофильма «Крестный отец» Но, когда «Крестный отец» выдвинули на «Оскар» Номинацию «Музыка» сняли Потому что раньше Нина Рота уже использовала эту мелодию в одной из комедий Она звучала в гротесковом стаккатном Тема, тема Да, но мелодия была та же самая Но через год вышла вторая часть «Крестный отец» И тут уже, конечно, ему не могли дать «Оскар» за ту же самую мелодию И вот, кстати, а дети в Советском Союзе узнали эту музыку раньше Потому что был такой, если помнишь, мультфильм в 1978 году вышел Назывался он «Контакт» И там очень настойчиво звучала эта мелодия Так что я эту мелодию знаю с детства И очень ее люблю И вот сейчас фрагмент Это прям маленький фрагмент Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо огромное, Михаил Ну, чудно Ну, все-таки у нас вот сейчас такой переход весны к лету Уже мажорное настроение Люди хотят отдыхать и как-то побольше слушать веселых мелодий Веселых каких-то тем Вот что у тебя в этих программах твоих настраивает на такой лад? Безусловно Я сам человек позитивный достаточно Чек-праздник По жизни, да Я люблю и шутить, и смеяться И поэтому, конечно, в этих программах я вставляю такие романсы, как «Улица», например Мы с тобой как-то смотрели его И многие есть такие вещи, которые нельзя назвать грустными Или совсем уж грустными Самое главное, моя задача ведь не развлекать публику А создать настроение, чтобы выйдя с концерта, они улыбались Ну, безусловно Вот, и сейчас, конечно, вот, ты правильно говоришь, впереди лето У меня намечаются интересные гастроли Я планирую вот сейчас в Сочи Интересное выступление У меня есть приглашение в Грецию Уже я был Будешь выступать в греческом зале В греческом зале? Почти, почти, да Мне, кстати, Греция очень понравилась Я в прошлом году там был с концертами И просто влюбился Ага Ну, вот из, опять же, международного блока Что-нибудь такое веселое И известное, веселое Ну, может быть, не совсем известное Не совсем веселое уж такое Но в любом случае позитивное Песню «Бессова муча», я думаю, знают все Да Но, наверное, стоит напомнить, что написала эту песню Веласкес в 16-летнем возрасте И прославила себя навеки И хотя ничего подобного она больше уже не сочинила Всю жизнь жила безбедно И ее песня звучит и до сих пор И в нашей программе Как можно, одну песню написав Жизнь безбедна всю жизнь «Бесса муча» «Бесса муча» «И та на клиньте киса и мюзик дивайн» «Бесса муча» 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 Всё звучит твой напев роковой. Что мне горе, жизнь и море, Надо вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, Губки старого вина. Сердце тише, выше, выше, Губки старого вина. Ура! Итак, Михаил, огромное тебе спасибо. Спасибо тебе. Чтобы все проекты были реализованы, чтобы битком залы, чтобы скоро я увидел твою новую работу у себя на столе также. Я напоминаю, чтобы в гостях города С сегодня был заслуженный артист Республики Ингушетия, певец, композитор, поэт прекрасный. Михаил Морозов, мой давний друг. Дай им Бог здоровья ему и его семье. Я тебя люблю, Михаил. Спасибо, дорогая. Ты молодец. Красота спасёт мир. Спасибо, друзья. Ещё повторяем в эфире. До свидания. Спасибо за внимание. Успехов тебе, Миша. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин